Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Всю последнюю неделю я снимаю для вас видеоролики о подкормке рассады томатов. И кто видел уже все 4 предыдущих фильма, помнят, что я говорила, в каких случаях не нужна подкормка. Когда вы посеяли в хорошую землю, в хороший грунт, может быть даже золы добавили или какой-то органики. Если при пикировке вы поменяли грунт, то подкормка не нужна. Не нужна подкормка до появления первых листьев, когда рассада совсем молодая. Я больше делала упор на то, на те случаи, когда подкормка не нужна. И я даже не предполагала, что буду снимать сегодняшний видеоролик про экстренные случаи, когда подкормка нужна незамедлительно, невзирая на то, что вы посеяли в хороший грунт, невзирая на то, что и золы добавили, и настоящих листьев еще у рассада нет. Но подкормку нужно делать немедленно, прямо сейчас, сегодня и сию минуту. В каких ситуациях? Вот в таких, сейчас я расскажу, у меня даже есть наглядный пример. Я не думала он будет, но вот есть. Я посеяла эту рассаду, которую сейчас покажу, 10 дней назад. И перед приходом внука, внук должен был в гости прийти, я побоялась, что он обычно бегает, наступает на лотки, проваливает, роняет их. Иногда бывают такие случаи, падает на них. Я попросила сына, чтобы он убрал подальше, на самый-самый, на шифонер, наверх. Мы их поставили, и я про них забыла. Забыла совсем. У меня вот сейчас, я начала посевы, я закрутилась, у меня сейчас около 50 лотков. Конечно, эти три лотка я и не заметила, что они у меня убыли в строю. И сегодня, совсем случайно, я увидела ужас. Сейчас я вам покажу. Я заглянула на шкаф и не поняла, что там. А там вот вздыбарившиеся посевы, которые выросли без полива, без света, безо всего. Но перцы я, конечно, убрала и ахнула. Перцы еще ничего. Они выдержали это испытание. Но помидоры, таких томатов, рассады, такой я не видела никогда в жизни. Вот эти белые ниточки, которые лежат, совершенно пересушенная земля. У них не было ни света, ни воды. И мне что самое обидное, все посевы стопроцентные. Не могла я туда засунуть лоток, которые вот у меня были, несколько лотков плохо взошли семена. Это стопроцентные посевы, потому что я усеяла свои семена. Это вот был 24-й по счету лоток только. 22 февраля. Патриция и кубышка мои семена. И вот представьте, эти растения бедные. Мало того, что они взошли. Вот перцы, видите, желтые, слабые, хилые, обессиленные. Вот в этом случае это и есть вот тот экстренное, когда нужна помощь, тот случай, исключение. Когда мы не смотрим на то, что еще нет настоящего листика. Мы не смотрим на то, что и почва у нас была хорошая, и удобрила я все перед посевами. И еще я не делала бы, конечно, никакую подкормку, если бы они выросли у меня на свету. Но вот о том, что я, косяк, это мой, конечно, что я о них забыла. Сейчас я срочно буду их подкармливать. Подкармливать, конечно, вот такие посевы лучше всего жидкими. Я вот сейчас выберу или агриколу, у которой состав одинаковый. Вот азот, фосфор и калий. Примерно в равных долях. Не знаю, яркость будет, будет контрастный элемент. Потом, или идеал, тоже жидкий. Или гумат универсал, который специально для рассады. Видите, написано для рассады. Вот этим удобрением я буду срочно сейчас делать подкормку. Вот, значит, к тому видео, когда я снимала, в каких случаях не нужна подкормка, можно еще добавить видео, в каких случаях подкормка обязательно нужна. Быстрая, не забентлительная. Вот эти белокурые волосы нужно как-то выхаживать. Мне что, обидно? Видите, они в разных ячейках. Это семена по обмену мне. Я с женщиной поменялась. Все сорта, которых у меня нет, которые повторить посев я не смогу. И мне приходится, придется их выхаживать. Хотя я всегда говорила, что хилые нам не нужны. У нас будут лучшие из лучших. Мы при пикировке выкинем слабые. Но вот здесь вот мне выбирать не приходится. Буду выхаживать вот этих ели живых. Чтобы разницу показать, вам покажу. Вот, сеяла в один день. Эти тоже обменные у меня семена. Они должны были быть сейчас вот такие. Вот они не очень высокие. Они с двумя листиками семидольными. Настоящего листа у них нет. Если бы было все нормально, конечно, я их бы не подкармливала. Но эти уже были у меня политы. Один раз сбрызнуты раствором питательным. А вот эти как узники подземелья. Вот все. Это был видеоролик на тему, в каких случаях все-таки, даже при питательном грунте, при том, что рассада еще мала, и даже нет у них ни одного листочка, когда требуется подкормка для совсем-совсем юной рассады. Вот, бывают и такие случаи. Подкормка все-таки на ранних сроках иногда нужна. До свидания. Сегодня постараюсь еще три видеоролика снять о том, как все-таки выбирать вот эти вот, из обилия всех вот этих удобрений, на чем остановить выбор для подкормки такой юной рассады. До свидания. Сейчас буду снимать видео про подкормки, про выбор удобрения. Смотрите, знакомьтесь с удобрениями, выбирать будете сами. А я пойду спасать своих белокурых томатиков. До свидания.